Привет, мои хорошие! Сегодня я получила от своей подружки, от Наташи, вот такую орхидею. Это у нас Лас-Вегас. Мы с ней в одном интернет-магазине заказали растение. Это просто красивый горшочек. Итак, заказали вот такое растение. В горшочке, как говорил продавец, два растения. Можно разделить, а можно оставить. Но вроде как Лас-Вегас славится тем, что он плохо выживает. Мы тогда с Наташей этого не знали. Мы заказали в одном горшке два растения и решили разделить. Когда получили это растение, рыженькое, красивое, необыкновенно хорошенькое, вот такое. Были очень рады. И тут Наташа мне говорит, Любочка, он начал желтить листочки. Я тебе его отправлю, попробуй сама рассадить. Или, может быть, пока поухаживаешь. Но есть вот такая вот история, что вроде бы как Лас-Вегас очень трудноприживаемое растение. Ну, знаете, как говорят, скупой платит дважды. Но мы не из-за скупости заказали одно растение. Просто у меня много орхидей. У Наташи еще пока мало орхидей. И я даже не думала, что она мне его пришлет. Я думала, она сама рассадит это растение и одно мне пришлет. Не сейчас, а весной. Мы с ней договаривались, что пускай, мол, оно приживется у тебя, Натуля. Ну, а потом мы разберемся. Выживет два – хорошо. Выживет одно – ну, тоже хорошо. Хоть одно выживет. И вот, не буду я затягивать видео. В общем, короче, сегодня с маршруткой ко мне приехало вот это растение Лас-Вегас. Вижу, что оно желтит листья. Причем одно из них желтит листья. И я решила ничего не ждать. Достать это растение, и это, и второе растение, и рассадить. Но так как я не знаю, что там с корневой системой и какая там корневая система, я приготовила много всего. Ну, свой подносик старенький. Приготовила вот таких два стаканчика. Но полный объем, пол-литра стакана, я использовать не буду. Я подрежу по размеру корневой системы. Не люблю я, когда вот в таких огромных стаканах растут либо детки орхидеи, либо еще что-то. Они очень долго тянут корни до дна. Потом эти корни могут быть прямыми. Тяжело потом пересаживать в горшок. И они вот в таких стаканах, по крайней мере в моих условиях, долго-долго растут, не цветут и долго приходят в себя. Вот. Ну, у каждого свои хитрости. Есть еще у меня вот такие стаканчики, совсем прям крошечные, малюсенькие. Так, здесь у меня попал мох. Вот. Ну, они какие-то очень жиденькие, эти стаканчики. Я их наверняка использовать не буду, а буду использовать вот такие стаканы. Они покрепче, но только я обрежу. Возможно, сделаю и отверстие в этих стаканах. Скорее всего, так оно и будет. Но пока я не знаю, что там в горшке, я принесла все, что у меня было. Этот большой горшок нам не понадобится, я его отставляю. Я приготовила два вот таких горшочка. Один с дырочкой. Это уже использованные горшки. Я их сейчас, конечно, помою. Вот. Но мне кажется, они все равно будут великоваты для этих растений. Орхидеи в большие горшки. В горшки слишком большие для той корневой системы, которые у них есть, сажать не рекомендуется. Приготовила на всякий случай кашпо. Возможно, тоже не понадобится. Приготовила крупную кору. Это крупная кора, фракция 30-50. Приготовила свою любимую кору, фракцию 18-25. Также приготовила мешочек с углем. Приготовила керамзит свой любимый. И приготовила фракцию коры 9-12. Ну, она тут вот, видите, влажная какая. Вот такая вот она мелкая, 9-12. Что буду использовать, еще не знаю. Давайте-ка мы с вами достанем растения из горшка. Оба растения. И посмотрим, что у них с корневой системой. Ну, естественно, я приготовила пинцет. На всякий случай острый нож. Хотя, уже говорила, резать я ничего не люблю. Режу очень редко. Приготовила ножнички для орхидеи. Обычные ножницы приготовила. И еще, ребята, приготовила кремневид. Я его тоже буду использовать в посадке. Страшно мне немножко начинать. Ой, батюшки, здесь даже паутинка. Страшно начинать, но надо начинать. Так, сейчас немного помнем. А, вот корневая система какая. У одного растения, вот у этого, сразу видно, что корневая система даже здесь, в общем-то, неплохая. Горшок уже зарос водорослями. Значит, эти два растения долго здесь сидят. Сейчас попробуем достать, посмотреть, что там внутри. Есть ли там какие-то насекомые. Или здесь никого нет. Сейчас я вас пониже опущу. Вот так. Так, палочки я вытащу. Так, палочки цветоносов удалим. Цветоносы трогать не буду. Вообще постараюсь все сделать очень аккуратненько. Но смотреть в любом случае надо. Грунт, конечно, очень влажный. Очень влажный. Пока растение еще не успело привыкнуть, как говорится, к моим условиям. Пока оно пережило стресс, нанесем ему еще один стресс, чтобы потом ему было хорошо. Им. Им было хорошо. Так, палочки убираем. Так, ну что, пробуем. Листик сам отвалился. Не вижу, чтобы здесь кто-то бегал-ползал. Так, не вижу. Так, здесь присутствует торфяной стакан. Кора, кстати, очень даже неплохая. Ну-ка. Ой, пахнет просто сыростью и все. Пахнет просто сыростью. Постараемся их аккуратно-аккуратно разделить. Потому что было заявлено, что это два растения. Уберем торфстакан. Уберем корешочки гнилые. Вот видите. Так, сейчас посмотрим, как они и чем они тут, ребята, зацепились. То, что они зацепились, это совершенно точно. Надеюсь, что они не близнецы однояйцевые. Так, оп. О, они очень быстро разделились. Так, начнем с того растения, у которого желтеют листья. Одно растение я отставляю в сторону, простите. Ой, сейчас, ребята. Вот так аккуратненько туда. И здесь будем смотреть. Снимаем торфстакан. Вот он быстро снимается. Хорошо, нет пластиковой оплетки. Так, никто здесь не бегает. Никого здесь нет. Растения чистые. Продавец добросовестный. Растюшечки хорошие. Так, вот начинают раскукливаться корешочки. Но также есть корешочки, которые гниют. Так, убираем. Да, все гнилое, все убирается само. Тяжи я удалять не буду. Тяжики останутся. Ой, торфстакан мокрый-мокрый. Так, знаете, что сделаем? Давайте вот так вот сюда будем класть все от торфстакана, потому что грунт здесь хороший. Он очень сильно намочен, но он хороший. Его можно будет потом использовать в каких-нибудь других посадках. Я все время убегаю из камеры, но стараюсь не убегать. Убираем. Корешочек испорчен. Смотрим. Да нет, конечно же, мы не из-за жадности это сделали с Натули. Просто никто не хочет иметь лишние растения у себя дома. Очень много они занимают места. Но вот Лас-Вегас очень хотелось иметь в своих небольших коллекциях. Так, вот тоже гнилой корешочек. Вот гнилой корешочек. Только то, что снимается руками. Больше даже ничего трогать не буду. Так, это хорошее, это хорошее. Что не нравилось растению, не знаю, ребята. Сейчас посмотрим, что ему не нравилось тут. Я думаю, что ему не нравилась сырость. Это раз. Сейчас посмотрим, гниет, не гниет. Вот еще корень остался прямо у меня в руке. Так, это тоже пустой. Так, ну здесь такой подгнивший. Подсушить надо растеницей, и все. Я думаю, подсушить. Вот тут еще остатки какие-то. Вот еще остатки. Еще. Сейчас все посмотрим. Так, здесь что-то такое. Как всегда, сейчас включу свою лампу-лупу. Этот листик вообще не нужен. Он хороший, но он не нужен. Так. Убрали. Смотрим. Видите, листик гниет вот этот. Ой, вот еще здесь корешок гнилый. Сейчас я вас повыше подниму. Листик один закручивается, второй гниет от шеи. Ну, о! Прямо у вас на глазах все и отвалилось. Вот так. Ладно, тогда мы его снимем. Тоже положим вот сюда. Гнилые корни тоже вот сюда. Ладно, сейчас будем снимать, будем смотреть. Но там корешок. Я уже увидела, что там корешулька. Маленький. Так, сейчас, ребятки. Подцепили чуть-чуть. Ой, страшно, даже страшно. Вот видите, здесь корешок. Вот, смотрите. Корешок. Так, убираем. Опа. Корень от основания идет черный. Чешуечка. Еще чешуечка. Еще чешуечка. Смотрим. Ну, вот этот листик тоже бы здесь ненужный. Сейчас я сухое подрежу, то оно мешает. Очень сильно мешает. Так вот, без фанатизма. Так, сейчас, ребята, я буду смотреть через свою лампу-лупу. Так, сейчас я вас, знаете, как поставлю. Немножко на другую сторону. Так. Ничего такого особенно страшного я здесь не вижу. Ну, возможно, это я не вижу, потому что, вот, смотрите, вот здесь что-то фиолетовое есть. Ну, я растение трогать пока не буду из-за этого фиолетового. Здесь есть чешуйки, которые надо поснимать. И очень-очень влажно. Так. Смотрите, какая достаточно длинная шейка. Видите, какая длинная. Ну, ничего, сейчас посмотрим. Вот здесь тоже чешуйка. Вот видите. Я ее сниму. Так, а здесь что-то уже растет. Вот здесь на стволе. Вот, посмотрите. Вот. Не знаю, видно вам, не видно, но что-то растет. Вот, смотрите. Не знаю, что это, ребята. Вот, потом будем видеть, что это растет. Поэтому нужно быть более аккуратным с этим растением. Так. И осмотрительными. Сейчас прощупаем корешочки. А вот этот корешок, он прям упирается в цветонос. Видите, прям в цветонос. Так, здесь корень болтается. Здесь корень хороший. Эти корни все вот тут вот. Видите, гнилые. А здесь хорошие. Вот как поступать в таком случае? Там гнилые, тут хорошее. Снимем гнилые. Вот так. Оставим. Все равно оставлять растение на просушку придется чуть-чуть. Так, дальше поехали. Так, вот здесь вот тоже корешок. Часть гнилого, часть хорошего. Ага, вот подурку нашла. Одна несчастная подурка бегает. Одинокая. Беленькая такая, светленькая, прозрачненькая. Больше вроде никого не вижу. Прям по цветочку бегала. Маленькая такая, крошечная. Так, смотрим, 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 смотрим. Вот какая большая чешуйка была. Вот еще я вижу, подурочки бегают. Достаточно растение просушить, и подуры пропадут. Дурочки, подурочки. Прям в самой влаге. Так, ну что. Даже не знаю, ребята, снимать этот лист или нет. Видите здесь как. Сейчас покажу. Снимать этот лист или нет. Да нет, наверное, я его снимать не буду, иначе вообще листьев мало останется. Их и так не так много. Вот еще чешуечку увидела. Сейчас я ее тоже сниму. Причем такие большие чешуйки у этого сорта. Скорее всего, это растение даст деточку. Я не специалист. Я любитель-дилетант. Но мне так кажется. Так, что мы здесь видим? Кругом чернота. Вот они, подурочки беленькие бегают. Так, кругом чернота. Бедные листья страдали. Смотрите. Мало того, растет лист. Да? Вот, смотрите. Он был пробит цветоносом. Один корень, второй корень, третий корень. Поворачиваем четвертый корень. И вот еще, еще сбоку цветонос был. Пятый корень. Представляете? Бедные листья. Я думаю, ребята, думаю, что делать. Особой гнили такой здесь нет. Особой гнили нет. Есть очень сильная переувлажненность. Корешок хороший, корешок хороший. Не хочется мне ничем мазать. Совсем. Мне кажется, просушить это растение, конечно, многие бы взяли, наверное, вот так вот бы отрезали. Или вот так бы отрезали. Но мне не хочется отрезать, потому что все основные корни находятся внизу. Еще нашла плохой корешок. Кончик плохой. Вот видите, сразу снялся. Но она очень-очень сильно переувлажнена. А так ничего особенного нет. Корешки очень близко растут друг к другу. Очень близко. В принципе, это растение можно посадить. Можно. Мне кажется. Это мне так кажется. Только не поливать. Подольше не поливать. Можно вот отрезать часть попки. Чуть-чуть укоротив эту орхидейку. Она должна, самое главное, просохнуть. Да, здесь есть где-то чернота. Но мне кажется, это не критичная чернота. Это не гнилая чернота. Надо дать орхидейке прийти в себя. А там уже, как говорится, видно будет. Выживет, выживет. Я ничем не хочу ее обрабатывать. Потому что боюсь как бы не навредить. И надо ли это делать? Такой огромный лист. Вот этот я смотрю. Он большой охват вокруг шеи имеет. Поэтому и удалять не хочется его. Да, здесь самое главное, как я думаю, это сухое содержание. Ни в фитоловине, ни в чем в другом я замачивать не буду. Нет такой сильной гнили. Нет такой сильной гнили, против которой можно было бы здесь работать. Да, вот здесь немножко чернота. Но это сухая чернота. Вот здесь чернота. Но здесь надо просушить эту черноту. Ну, даже вот сюда заглядываю. Ну, ничего там такого нет. Критичного я ничего такого не вижу. Ей просто надо отдохнуть. Знаете, иногда бывают такие орхидейки, которым нужно дать отдохнуть. Вот мне кажется, это орхидейка из таких, которые просто нужно дать отдохнуть. Смешно, конечно, это, наверное, звучит. Ну, мне так кажется. Вот тут еще веламен, уже сгнивший. Сейчас я его сниму. Ну, он весь такой корешочек, не очень. Весь его надо будет снять. Обрезать ничего не буду. Благодаря тежам она будет держаться. Просто ей было очень влажно. Просто ей было очень некомфортно. Ну, вот так вот сажать по два растения в горшок. Сейчас, ребятки, вот здесь посмотрим. Да нет, здесь вроде все хорошо. Все, пусть она полежит, отдохнет. А мы пока займемся другой орхидейкой. Так, сейчас я вот сюда ее поставлю. Вот так. Пусть она просохнет пару часиков, а потом мы посадим. Но сначала давайте вот эту посмотрим. Сейчас, ребят, я подальше отодвину, чтобы она не упала. Вот так вся. Так, теперь здесь. Сначала, ну, та же история. Очень сильное переувлажнение. Окунать ее нельзя было. Натулька, слышь меня. Надо было только подливать над донышком. Убираем торф в стакан. Вот, видите, смотрите, сейчас будет, наверное, течь торф в стаканах. Вот, видите. Та же история. Маленький кусочек, а с него прям течет. Это орхидейка получше. Так. Так. Все. Торф в стакан сняли. Теперь ощупываем корни. Здесь гнилой прям от шеи. Так. Здесь сухо гнилой. Так. Прям от шеи практически. Так. Здесь. Это я отрежу. Не люблю резать, но отрежу. Так. Убираем. Поехали дальше. Так. Чешуйки влажные снимаем. Очень интересные листья у Лас-Вегаса, ребята. Они обнимают сразу шейку целиком. Если у других орхидеек листики такие наполовину шейки, то у Лас-Вегаса прям вот вокруг шейки на 360 градусов. Сниму все, что снимается. Ой, мамочки, здесь вообще все. Здесь все снимется. Прям вода, вода, вода. Прям течет, течет, течет. Так. Ну-ка. Ну, гнильцой чуть-чуть попахивает. Так. Смотрим дальше. Листочек уберем. Опа, ювенильный. Простите, кто-то звонит. Что здесь? Здесь тоже часть корня гнилая. Здесь тоже часть корня гнилая. Убираем. Так. Давайте уберем. Ой. Понятно, вам не видно, что я тут делаю. Здесь много корней. Так. Убираем. Сгнивший веламен. Так. Чешуйки убираем. Кто-то говорит, что да, это такие, говорят, видео, как релакс. Верно? Такие видео действительно как релакс. А знаете, как приятно бывает, когда потом растение начинает приходить в себя и чувствуешь, что ты к этому причастен. Очень приятно. Иногда, конечно, бывает так, что растение не приходит в себя. Вот. Но у меня такого не было еще пока. У меня хоть и были реанимашки, но они как-то все очень быстренько приходили в норму. Ну, не так, чтобы уж очень прям быстро, но приходили в норму. Так, я сейчас... Сейчас, ребят. Ой. Смотрю на предмет чешуек. И на предмет гнилых корней. В любом случае, и ту, и эту орхидейку надо сушить. Корни очень хорошо напитаны влагой до гнилого состояния. Поэтому ей долго не потребуется полив. Так, смотрим дальше. Здесь насекомые никакие не были пока замечены. В той орхидейке были подушки. Так. Ничего прижигать не буду. Ничего обрабатывать не буду. Дам возможность растению самому прийти в себя. Этому тоже. Нет здесь ничего такого прям ультра страшного. И жуткого. Просто сниму беломен сгнивший. И все. Так. Здесь даже вот у этого растения даже чешуек нет, которые можно было бы снять. Ну, вот одна. А так сняли пару листиков. И все. Так, смотрим, что здесь. Так, вот. Ой, оторвала кончик. Думала, он плохой. Он болтался прям на ниточке. Ну, это зря я это сделала. Вот еще. Беломен сняла гнилой. Так. Она не уничтожила. Так. Ах, 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 ах. Так, смотрим, что здесь. Что здесь. Что здесь. Здесь никак корешки не могут пробиться. Вот что здесь. Смотрите. Вот, видите. Вот. Вот. Как будто какое-то мохнатое существо. Нет. Это просто не может пробиться корешок. Большой. Здоровый. И сильный. Не знаю, поснимать, не поснимать эти листья. Думаю, думаю, думаю. Вы знаете, такое впечатление, что играешь в шахматы. Смотришь, думаешь. Как лучше сделать. Тут пустой корень. Так. Снимем. Ну, больше здесь делать нечего. Только дать пару часиков растению просохнуть. Корни у него хорошие. То, что было гнилое, я поснимала. А так все хорошее. Ну, наверное, я больше не буду листья снимать. Да не наверное. Я просто не буду листья снимать больше. Все, хватит. Вот такой растеница. Да. Остальное все нормально. Все в порядке. Так. Да. Ну, вроде бы да. Здесь тоже подурки бегают, кстати. Так. Все. Пускай растение сохнет, а потом мы с вами его посадим. Видите, никакие кончики я обрезать не стала. Белые вот эти тяжи я оставила. Корни у растения неплохие. И само растеница тоже очень даже неплохое. Все. Пусть тоже стоит, отдыхает. И потом будем решать, в какие горшки будем сажать. Я уже, ребята, выключилась. Но. Но. Я взяла нож и все-таки решила посмотреть, что вот здесь. Вот здесь было черное пятно. Я аккуратненько ножичком поскребла. И все в порядке. Черного пятна здесь нет. Вот в этом месте. Я сейчас возьму куркуму. У меня есть порошок куркумы. И я засыплю здесь. А так я просто еще раз решила посмотреть. Смутило меня вот это пятнышко. И я решила поковырять. Поковыряла. Поковыряла. Вот здесь рядышком. Но здесь ничего такого нет. Просто черный закукленный корешочек был. А рядом было пятнышко. Посмотрела. Нет, там все чистенько. Там все хорошо. Вот чуть-чуть прям вот расковыряла. Не люблю этого делать. Но я все-таки это сделала. Чтобы посмотреть повнимательнее. Потому что, чтобы не потерять нам растюшечку. Вот. Сейчас засыплю куркумой здесь. И все. И растение будет сохнуть. Вот. У меня есть куркума. Такой вот оранжевый порошок. Только для орхидеек. Оп. Прямо туда в дырочку. Ну, вот как-то так. Вот в порядок. Все. Пусть растюха просыхает. Корешки напитанные. Через два часа мы с вами растюшечки посадим. Все. Часть коры я сейчас залью кипятком. И пока два часа стоят у меня растения, сохнут, кора будет напитываться влагой. Но я не всю кору буду использовать в посадке влажную. Часть коры будет сухой. Я залила. Поставлю блюдечко. Так. И на блюдечко баночку. Так. Все. Пусть кора замачивается. Большое растение, вот это, вот, оно уже, вы знаете, подсохло, влаги на ней нет, но в корнях влага содержится. Поэтому корешки вот такие вот напитанные. И я решила его посадить. Так. На донышко я хочу положить совсем чуть-чуть невлажной коры. Сухой. И пристроить растеницам. Так. Корней у растения очень много. Я выбрала для этого растения вот такой горшок. Так. Сейчас посмотрим, как здесь распределить корешки, чтобы они были видны. Так. Заполняю. Теперь влажная кора. По периметру. Так. Так. Теперь сухая кора. Вот как кора ложится, так и будет. Главное, чтобы были воздушные карманы, чтобы растение проветривалось. Так. Теперь я добавлю немножечко кремневита в горшок. Добавила. Теперь влажной коры. Опять по периметру. Почему я замочила кору? Во-первых, уходит коричневый цвет от коры. Во-вторых, она немножко в кипятке обеззаразилась. Ну, я не думаю, что там что-то в ней такое есть. Но все-таки. И чтобы кора не отбирала влагу у корней. Когда сажаем сухую кору, то корни теряют влагу, потому что отбирает эту влагу кора. Так. Под попочку, вот я подложу сухую кору. Вот туда, по центру. И еще сухой коры. Кора такая даже длинненькая попалась. И вот так туда поставлю. Так. Еще. С этой стороны подсунем. Со всех сторон. Теперь немного влажный. Я люблю, когда на донышке лежит керамзит. Но сейчас я керамзит не стала применять, потому что грядет осень, грядут холода. И я боюсь, как бы стало не слишком холодно корням орхидей. Поэтому керамзит класть не буду. Так. Сейчас вон туда подсуну чуть-чуть, потому что образовываются слишком большие карманы. Еще у меня есть мох. Я самую малость в посадку добавлю мха. Так. А еще. Еще я сохранила часть грунта из прошлой посадки орхидей. Сейчас подсыпем. Ну, прям, ну, совсем чуть-чуть для сохранения микрофлоры в горшке прошлой. Прошлой микрофлоры. Хотя я не знаю, нужна она здесь, не нужна эта. Прошлая микрофлора. Так. Ну вот. Орхидейка, в принципе, уже и держится сама в горшке. Это самое главное, чтобы орхидейка держалась в горшке. Еще добавлю немножечко мха туда, куда он не попал, но только не близко к шейке. А подальше от шейки. Рву мох помельче. Так, сюда. Ну, и сюда, чтобы все-таки влага была. Так, теперь сухой коры. Сейчас вот здесь между корешков тоже кору воткну. и вот здесь под шейку. Так, все. Много влажной коры я класть не буду. У нас очень ровно село растение. Так хорошо оно село. Но мне еще предстоит цветоносики пристроить. Ой, цветодержатели пристроить. Цветоносодержатели. Так. И еще чуть-чуть я добавлю кремневита. Кремневит спасает растения от всяких насекомых, чтобы не было в горшке насекомых. Сейчас постучу. Так. И здесь постучим. Вот так. Кора ложится, как ложится. Корешки нам будут видны. И мы будем следить за этим растением. Будем смотреть. К шейке я могу подложить сухой коры. Так. Так. Порядок. Все. Вот такая будет легкая влагопроницаемая посадка. Больше я ничего делать не буду. Единственное, я к шейке положу вот большой кусочек коры. Так. Ну и здесь тоже положу большой кусочек коры. Сейчас я выберу. Вот они у меня тут. Вот. Вот такой. Вот. Положила к шейке. Все. Вот такая посадка будет у этого растения. Единственное, что сейчас я все-таки поставлю цветоносодержатели. Чтобы цветочек держался. Ну, он, в принципе, и так держится. Но пока при цветоносодержателе он будет держаться, этот цветочек, еще лучше. Я помыла цветоносодержатели с мылом. Так. Ну, сейчас поставим по краю горшка. Так, я буду ставить подальше, чтобы не пропороть корешки. Все. Здесь корней нет. Так. Закрепляем. Так. Порядок. Листик освободим. Ну, и здесь тоже поставлю цветоносодержатели. Здесь тоже корешка нет. Ну, вот. Вот такая посадка у меня получилась первого цветка Лас-Вегас. Здесь кору подложу, чтобы закрыть корешочки. Вот так. Вот что у меня получилось. Так. Хорошо ли? Плохо ли? Узнаем немножечко позже. Ну, а сейчас пока вот так. Это первый цветочек. Теперь будем сажать второй цветочек. Сейчас посмотрим, подсох он или нет. Он будет сидеть вот в этом горшке. Он будет сидеть вот в этом горшке. Вот так. И он будет заглублен. Здесь, конечно, тяжеловато придется сажать. Но посадка, в принципе, тяжеловатая. Потому что стакан узкий. Корешков тоже достаточно. Хотела сначала обрезать стакан. Потом, думаю, нет. Обрезать не буду. Заодно будут держаться листочки. Мне надо как-то в этой посадке подровнять. Так. Буду сажать точно так же. Так. Все вытаскиваем. Видите, тоже растение высохло. Куркума держится. Вот. Кладем пока растюшку. И насыпаем на дно сухой коры. Так. И чуть-чуть влажный. Это растенится немножечко послабже. Насыплю я ему сюда. Вот так. Мха. Ну, теперь будем пристраивать. Так. Самое главное, чтобы корни не попали в дырку. Так. В эту сторону. Крутить лучше в эту сторону. Вот. Растение село. Теперь будем заполнять корой. Сначала сухой. Так. Хватит. Теперь. Кремневид. Сейчас он весь просыпется. Так. Ой. Вот так. Теперь немного влажной корой. Я сделала в стакане отверстие. Так. Сюда. И сюда. Вот так. Влажной коры не так много. Вот здесь будут окошки. Видно будет корешки. Так. Поступиваем. Сейчас еще вот туда нужно, чтобы попала кора под шейку. Сухая. Менее влагоемкая. Сейчас. Так. 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 И вот это. Вот так. Так. Сейчас, ребята, вот здесь чуть-чуть подпихну. Это уж очень большой карман образовался. Так. Ну да. Все. Все будет видно. Теперь немножко по краю влажной коры. Так. 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 Ну, все-таки большинство сухой. Весь кремневид у меня провалился вниз в этом горшке. В том он держался хорошо. А здесь вот он провалился вниз. Ну, я думаю, ничего страшного. Так. Теперь мох. Чуть-чуть мха со всех сторон. Так. От шеи мох убираем. Под шеей он не нужен. Так. Немножко растюшку надо выпрямить. Еще раз. Ну, мне... Ой, ой, ой. Так, сейчас. Даже есть кремневид выскакивает. Так. Мох от шеи. Я мох влажным сделала. Он намок. Ой, за палочку цепляется. Он намок. Но он не сырой. Он чуть слегка влажный. Так. 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 И досыпаю сухой корой. И немного микрофлоры из старого горшка. Постучим. Сюда положу немножко влажной коры. Немножко все равно. У меня, видите, растение как сидит не по центру. Ладно. Я думаю, ничего страшного. К корням. К верхним. Чуть-чуть влажной коры. Здесь можно тоже по стенке влажной коры. И вот здесь. Так. И вот здесь. Но только по стеночке. Все. А сюда добавляем сухую. К шейке можно... Ой, палочка попала. К шейке можно сухой коры. Так. Хотела поглубже ее посадить, но... Вот видите, как все получилось. Так. Чтобы листики стояли. Под листики можем положить. Сюда. Сюда. И сюда. Верхний слой у этой орхидейки всегда будет сухим. Поливать буду только снизу. Нам самое главное, чтобы началась выгонка корней от шеи. Эта орхидейка более проблемная, чем там. Ну вот и все. У меня ушла вся сухая кора. А влажная кора немного осталась. Но здесь я тоже установлю цветоносы. Так. Можно даже еще коры. Я говорю, вот этот листик надо было бы удалить. Ну ладно. Ладно. Уже все. Уже оставили. Так. Сейчас я поставлю сюда тоже два цветоноса. Я все время говорю цветоносы, цветоносы. Конечно же, это не цветоносы. Это цветоносы держатели. Так. Сейчас, ребята, смотрим, чтобы не было корешков здесь. Там есть один внизу. Так. Так. Аккуратно. Аккуратно. Вот. Этот цветоносы держатель я поставлю повыше. Так. Порядок. И сюда поставим цветоносы держатель. Здесь немножечко сложнее будет, но мы аккуратно с вами так, все. Так. Повыше можно. Там корешочек есть небольшой. Все. Давайте повыше, потому что я не знаю, как будет, не будет растюшка растить дальше свои цветоносы. Но мы с вами вот все закрепили, все прикрепили. Очень мне хочется еще добавить сюда коры. Пожалуй, это я и сделаю. Я просто положу крупную кору. Так. Вот сюда. И крупную кору положу вот сюда. Корешочки почему-то очень любят расти в темноте. Так. Вот так положу. Вот так. Да? Так пойдет? Нет, так не пойдет. Так не нравится. Давайте сюда. Вот такую нашла сюда. Ну, а эту просто так вот сюда. Все. Вот так у меня получились две посадки. Вот здесь корешки уже начали дышать. Вот такие вот две посадочки у меня получились. Очень большие воздушные карманы, но зато все-все-все видно. Как говорится, будем посмотреть. Обе орхидейки поставлю в кашпо. И поливать я их буду, дам им попить, дня через три только. Не раньше. А мы с вами будем следить, что с ними будет. Это орхидейки Лас-Вегас. И, конечно, я поставлю их под фитолампу.